Привет, меня зовут Олег Соловьев, и в этом видео ты узнаешь о том, как зарабатывать на ставках в лайве. Это последнее, десятое видео в рамках моего обучающего курса «Взлом БК». Безусловно, все видео надо посмотреть, чтобы у тебя была возможность стать суперменом. Каждое видео важное, и сюда я вложил весь свой десятилетний опыт. В первом видео как раз я рассказывал про то, как довел свой банк со 150 до 400 тысяч рублей на дистанции за сезон. И как раз-таки там была статистика по лайву, то есть за лайв ставки по итогам года я тоже нахожусь в хорошем плюсе. Собственно, это видео будет про это, про то, как зарабатывать в лайве. Так что жду от тебя лайка, подписки на канал обязательно. Ну и еще раз наставим на том, что нужно посмотреть предыдущие видео курса. Курс делается полностью от и до для вас, для вашего развития. Я максимально стараюсь в него вкладываться и надеюсь, что хотя бы вот если у какой-то части людей результаты улучшатся, это уже будет говорить о том, что данный курс был записан не просто так. Огромное количество людей, блогеров вас вводят в заблуждение касаемо игры в лайве. Многие придумывают какие-то нереалистичные стратегии, типа нужно вставить там на голы после 75 минуты, когда коэффициент дойдет до такого-то события. Все эти стратегии не работают, эти люди вас вводят в заблуждение, я рекомендую просто отписаться от их каналов, потому что нет каких-то конкретных правил, что делай одно, второе, третье и точно ты получишь результат в лайве. Любое событие, любой матч нужно рассматривать индивидуально. И по сути, как таковых стратегий существует три. Я бы даже назвал их не стратегиями, а просто цели игры в лайве. Первое, это когда мы доигрываем свое подготовленное заранее событие. То есть, когда ты анализируешь премач-линию, ты видишь, что, допустим, событие неплохое, оно имеет потенциал для прохода и, соответственно, не хватает коэффициента хорошего. То есть, коэффициент не дотягивает. И если в лайве, например, условно там ОЗ или Тотал больше, коэффициент может вырасти в какой-нибудь там 10-й минуте до нужного, необходимого для нас. И после этого ты в лайве делаешь ставку. Вторая стратегия игры, это страховка своей ставки. То есть, допустим, ты в прематч ожидал определенный сценарий матча, сделал ставку, но ты видишь то, что в лайве игра складывается немного иначе, то, что твоя ставка имеет высокий риск непрохода, и ты ее страхуешь, ставя на противоположное событие. Ну и третье, это анализ игры в лайв. Собственно, когда ты просто смотришь матч, ты видишь, как он складывается, куда все идет, анализируешь линию в этот момент в БК, и после этого, собственно, делаешь ставку, исходя из того, что происходит в этот момент в матче. Важно выбирать букмекерскую компанию, да, где ты делаешь ставки, потому что очень часто, особенно в лайве, некоторые БК занижают коэффициенты. Есть компания Pari, у которой в лайве на большинство событий коэффициенты выше, чем у конкурентов. Я ставлю во многих БК, да, я все это сравниваю, опять же, и я вижу, что очень часто делаю ставки в лайве именно в БК Pari, на индивидуальные тоталы, на смол-маркеты, там, карточки угловые и так далее, потому что зачастую, повторюсь, коэффициенты выше. Ты можешь перейти по ссылке, закрепленную комментарию, зарегаться в БК Pari, там быстрая идентификация, компания абсолютно легальная в РФ, более того, новым пользователям они дарят тысячу рублей. Так что это крутая акция, можно поставить на первую ставку эту тысячу, ничем не рискуя, если ставка сыграет, то чисто выигрыш оставишь себе, так что переходи в закрепленный комментарий. Ну, а сейчас мы, в общем-то, поэтапно рассмотрим каждую из этих стратегий, целей игры в лайве. Доигрыш подготовленного события здесь достаточно все просто, то есть мы заранее подготавливаем ставку еще до начала матча. Я обычно, допустим, когда много игр, выходные, у меня таких 8-10 примерно подготовленных событий для лайва, которые не подошли для прематча. После этого начинаются игры, мы смотрим там первые 10-15 минут матча, сравниваем их со своими ожидаемыми, если действительно, в принципе, наше событие имеет место быть и коэффициент за это время на него подрастает, вот обычно, когда мы, допустим, доигрываем события на Total больше, то, соответственно, после того, как до нужного порога коэффициент доходит, мы делаем ставку. Я вообще обычно всегда сразу выписываю еще до матча те коэффициенты, за которые я бы взял бы конкретно вот эти события, которые собираюсь доигрывать. И как только этот коэффициент выходит, да, я понимаю, что, в принципе, в лайве тоже все идет нормально по тому сценарию, который я предполагал, я, собственно, делаю ставку на это событие. Здесь очень важно именно дождаться нужного для себя коэффициента, не всегда его вы сможете дождаться, иногда там в начале матча будет гол, если вы на Total больше ставите, в то же самое время, если, допустим, вы ставите на Total больше угловых и на первой минуте угловой, не нужно переживать, можно переждать, то есть дождаться там не 10-15 минут, а 20-30 минут матча, будет больше информации, возможно, до этого момента коэффициент подрастет, то есть слишком за низкий коэффициент, все равно не стоит брать события, если вы изначально наметили, что будете, например, брать за такой коэффициент. Ну, в качестве примеров можно привести недавние турниры Лиги Нации, например, Молдова-Андора матч, где я заранее подготовил ставку желтой карточки, кто-то больше трех с половиной, там до матча был коэффициент где-то 1.45-1.50, я подождал некоторое время и собирался там брать коэффициент об 1.70, в итоге взял за 1.72, ставка прошла. Матч в Исландии-Израиль, там несколько ставок было, я заранее, в принципе, ждал, что Израиль будет зарабатывать угловые, опять как-то было брать рискованно в прямач больше трех с половиной, а больше трех с половиной Израиля коэффициент был довольно-таки низкий, и затем, я опять же, находясь в лаве, я сразу же, у меня открыты разные линии БК, то есть почему, опять же, я говорю, что нужны мне счета в разных конторах, потому что вы сравниваете, где коэффициент выше, и, соответственно, там и берете. На тот момент в одной БК был коэффициент 1.57, в другой 1.58, в третье 1.62, и буквально там через минутку он стал 1.67, и, в принципе, за это коэффициенты четырех угловых Израиля я взял, и ставка тоже там уверенно прошла. Точно так же я взял в этом матче индивидуальный тотал желтых Израиля больше полтора, тоже до матча я, в принципе, это событие рассматривал, открыл поединок, Исландия-Израиль, там были фолы, стыки достаточно, я понимал, что да, рано или поздно скоро будет желтый карточек, в начале матча арбитр придерживает, опять же, в зависимости от особенностей лиги, я понимал, что в первых таймах, скорее всего, особо арбитр в лиге нации, в турнире сборных не будет показывать желтый, в итоге я дождался нужного коэффициента, и за 1.70 взял это событие. То есть, в принципе, когда мы делаем ставки в лайве, мы, опять же, должны использовать все наши навыки, которые получили благодаря предыдущему видео обучающего курса взлома БК. То есть, те вещи, которые сейчас проговариваем, многие из них я уже говорил до этого, когда я обучал вас анализировать матч, там зарабатывать на смол-маркетах, в биг-маркетах и так далее. Дальше, второе, страховка ставки. То есть, здесь нужно понимать, что такое страховка, потому что я часто по сообщениям в чате вижу, что не совсем правильно люди понимают. То есть, страховка ставки – это противоположное событие. Это не когда мы, например, поставили на угловые больше 4,5, мы видим то, что, значит, угловых нет, и после этого мы берем угловые больше 3,5. Это не противоположное, это не страховка. Вы точно так же рискуете. Противоположное – это когда вы, например, ставите на угловые больше 3,5, а затем берете угловые меньше 5,5, угловые меньше 4,5, в зависимости от коэффициента. Это тоже важно очень понимать, потому что иначе, если вы будете ставить в догон, так скажем, больше 3,5 угловых, то вы можете прогореть в обоих ставках, если команда вообще угловые не заработает. А тут мы понимаем, допустим, во время игры в лайве, то, что не совсем так складывается игра, не по нашему сценарию, и поэтому мы берем противоположное событие, там, да, может быть, по итогу минус, но, опять же, в зависимости от суммы представления, от коэффициента, за который мы возьмем, да, вот, но, по крайней мере, много денег мы не потеряем. Эта стратегия заключается в том, что мы признаем свою ошибку, да, то, что мы не совсем правильно изначально ожидали, как пройдет матч, да, спрогнозировали приматчевые события, и благодаря лайву перестраховываемся, чтобы минимизировать потери. Если ваша ставка уже вроде как идет, все идет нормально, и сценарий матча предполагает, что идет проход, зачем ее страховать? Очень важно дождаться оптимального коэффициента, то есть здесь нужно успокоиться, не нервничать, да, дождаться такого коэффициента, за который действительно ее можно взять, чтобы, если будет какой-то определенный минус по итогу, то он будет не таким критичным. И в качестве примера, да, я сейчас проведу матч «Зенит-Спартак», да, когда я в Ютубе дал ставку 1х плюс тотал меньше 3.5, и «Зенит» забивает там третий гол в начале второго тайма, остается до конца матча там 35 минут, и понимаю, что очень высокая вероятность того, что «Зенит» может забить еще четвертый гол, сразу не страхуюсь, я жду оптимального для себя коэффициента, дождался до того момента, как коэффициент идет двойки, и взял индивидуальный тотал «Зенита» больше 3.5. Да, здесь я тоже рискнул, не совсем противоположное, потому что мог забить «Спартак», сыграли бы 3.1, но здесь я как бы, учитывая это, все равно пошел на данный риск и поставил не такую большую сумму, 2.5 тысячи рублей. И в итоге каким-то чудом «Спартак» привез на последних секундах четвертый гол в свои ворота, когда уже матч мог завершиться 3-0, так что я перестраховался не зря. Но даже если бы матч завершился бы 3-0, да, получается, лайф-ставка не прошла, но все равно за вот эти там 30-35 минут команда вполне могла забить четвертый гол, поэтому в целом по логике перестраховка была правильной в любом случае. Ну и третья, самая интересная стратегия, это анализ лайф, когда вы смотрите матч и анализируете непосредственно в режиме реального времени события. Я сразу скажу, что здесь нельзя какую-то панацею выработать, дать вам волшебный таблеток, что делай вот так, вот так, вот так, и точно получишь результат. Здесь нужно иметь необходимый набор навыков, понимание матчей, ставок и так далее, комплекс всего, чтобы правильно все это анализировать. Но при этом я выработал ряд рекомендаций, опираясь на которые, если вы посмотрите предыдущие выпуски этого обучающего курса «Взлом БК», где я обучал осанализировать матчи, как зарабатывать на биг-маркетах, на смол-маркетах, что нужно первым делом сделать, если вы новичок, то, применяя эти знания на практике уже затем, и получая определенный опыт последствий, вы действительно можете к этому прийти, к успешной игре в лайве, благодаря вот тем рекомендациям, про которые я сейчас буду вам говорить. То есть, во-первых, если вы говорите про лайв, тут нужно смотреть много матчей. Понимание просто так, на что делать ставки в лайве, не приходит. Нужно действительно просмотреть большое количество матчей, чтобы примерно понимать, как, вы знаете, спортсмены набирают форум постепенно, игровой тонус, когда проводят определенное количество матчей. Здесь та же самая история. То есть, вам нужно набрать игровой тонус определенный в лайве. Когда вы смотрите много матчей, вы примерно понимаете, как игры складываются, присматриваясь к командам, начинаете лучше в них разбираться. Кроме того, появляются какие-то определенные закономерности у вас в голове. То есть, второй важный момент, вам нужно самостоятельно искать эти закономерности и в клубах, и в лигах, когда вы анализируете все эти поединки, когда вы смотрите в режиме реального времени. Не просто так вот взял, смотришь матч и все. То есть, здесь важно не делать как можно больше ставок в лайве, а просто для начала первым этапом посмотрите много матчей, чтобы уже быть подготовленным, чтобы делать ставки в лайве. То есть, какие закономерности мы можем находить? Ну, например, касаемо лиг, в Ла Лиге в прошлом сезоне, не знаю, как будет в этом, я нашел такое закономерие, что в большинстве матчей не всегда это не панацея, но арбитры до середины первой таймы желтые вообще не показывают. А вот с 22 по 28 минуту начинали много показывать желтых. И затем во вторых таймах кучу желтых еще добавляли, в итоге было по 6 и более желтых карточек. В Ла Лиге это довольно результативный чемпионов по желтым, но первая из них была в середине первого тайма, в среднем. Поэтому я очень часто дожидался где-то 20-20-20 минуты и не делал ставки на желтые. Если я видел, что в принципе борьба есть и постепенно показатель, коэффициент растет, я на этом очень много на самом деле зарабатывал. Мы очень часто берем угловой матч Манчестер Сити Ла Ю в первом тайме, дальше мы смотрим матч, мы видим, что допустим счет их не устраивает, он ничейный, и при таком характере матча Манчестер Сити почти всегда много угловых зарабатывает. Но как только Манчестер Сити выходит вперед, особенно если это какой-то важный матч против сильного соперника, то да, они продолжают контролировать мяч, но при этом меньше рискуют, меньше кроссов с фланга совершают, и отсюда не так часто, как правило, мяч уходит на угловой тогда, когда Сити ведет счет. То есть такие закономерности мы находим, подмечаем, потому что у букмекеров коэффициент в основном в лайве там определенная программа, по которой он растет. То есть увеличивается время, соответственно, коэффициент постепенно подрастает, но есть определенные факторы, события, которые гораздо сильнее влияют на проходимость той или иной ставки, чем время, которое проходит. То есть какое-то событие, которое в матче произошло, оно очень сильно может изменить ситуацию и вот на этом как раз таки букмекеров вот часто можно ловить. Дальше мы в первую очередь ориентируемся на содержание матча. Часто многие люди смотрят матч какой-то в лайве со своими ожиданиями. То есть они ожидают много голов и они вот начинают смотреть матч и вот везде выглядывают вот эти опасные моменты. Какая-то обычная атака идет, там даже удар дело не дошло, они думают ой, ну вот почти забили. То есть наша задача абстрагироваться от наших ожиданий и мы должны просто посмотреть матч таким, какой он есть. Без наших ожиданий, без болельческих пристрастий. На той же Лиге нации я смотрел матч Казахстан-Словакия. Там Казахстан по счету ввел 2-0. Словакия это та сборная, которая до этого зарабатывала много угловых там со сборной России. На выезде там у них за 10 угловых было. После первой таймы по угловым Словакии ввели 2-0. И я понимал, что в втором тайме они должны доминировать уже в концовке первой таймы. Я видел, что если в начале матча Словакии плохо играли, то в концовке тайма уже повысилось очень сильно давление. Плюс счет их не устраивал, вынуждал идти вперед. И сейчас я вам объясняю, опять же, логику, почему я делаю эту ставку. Опять же, все эти вещи я рассказывал в предыдущих выпусках взлома БК. Как анализировать, как выбирать там смол маркет и так далее. Посмотрите, все там очень полезно. В начале второго тайма я ставлю на форуме минус 4,5 по угловым. На Словакию понимаешь, что им надо отыгрываться, что они будут доминировать и что в целом эта команда обычно много угловых зарабатывает. И сам характер концовки первого тайма он для этого располагал. Я беру это событие за коэффициент 1,8 в итоге по углу 0,8 в пользу Словакии. То есть с огромным запасом ставка прошла. Или же, допустим, вот недавний матч «Зенит-Спартак» за суперкубок, когда «Зенит» уже вел комфортно по счету. «Зенит» уже играл спокойно, контролировал мяч. Они не совершали фоллов в этом матче. Там было у них 3 или 4 фолла за всю игру. У «Спартака» было в том матче то ли 16, то ли 18 фоллов. И команда, когда проигрывала уже крупно, где-то не контролировали эмоции. То есть я видел, что где-то футболисты «Спартака» срывались. И я сделал ставку на желтые карточки «Лави Фора 2-0» на «Спартак». Я специально не брал индивидуальный тотал «Спартака». Потому что видел, что судейство такое очень осторожно. Орбита прям старался не показывать желтые карточки. Поэтому я полез в исходы в «Хора 2-0». Понимаю, что «Зенит» не фалит. А «Спартак» наоборот хочет отыграться. Он злой, то что его громят. И действительно ставка уверенно зашла. Дальше. Когда мы смотрим игру в «Лави», мы обращаем на изменения в команде. Мы обращаем на изменения схемы игры, потому что от этого тоже может многое меняться. На изменения прессинг. Скорее всего, будет больше фаллов. Если перестало, соответственно, скорее всего, фаллы закончатся. Если команда играла в два защитника 4-4-2, соответственно, защитники часто фланговые подключаются. Возможно, будут угловые. Если они перестраиваются на схему в 30-й защитника, то, возможно, это в минус скажется на наши ставки. Обращаем внимание на замены. Условно, допустим, Матчайсер-Сити играет «Уокер», «Канцеллу» по флангам. Я понимаю, что это быстрые игроки. Скорее всего, будут угловые. И счет кому же их не устраивает. Но, допустим, после этого выходит страйль за Чингстоун, с которого Пеп очень часто ставил на фланг. Он медленный, он особо не подключается. Соответственно, я понимаю, что тут уже можно, наоборот, заиграть тотал меньше угловых сетей, потому что букмекеры все равно продолжают одних эти угловые ждать. Следующий момент. Ловить стереотипные ошибки букмекеров. Вот многие люди тоже стереотипно мыслят. Типа, вот если команда забивает гол, то все, по-любому угловые каранты. Многие люди тоже так думают. Не всегда. То есть команда, когда забивает гол, букмекеры сразу же понижают тотал по угловым. То есть если до этого на 4-5 больше, например, угловых был коэффициент 1-8, то теперь, скорее всего, на 3-5 больше. Ну, опять же, в зависимости от ситуации там коэффициент будет уже 1-60-1-65, да, довольно высокий. И, например, когда Даня играла против Австрии, я дождал середину первой таймы, я понимал, что до матча там датчане 4 угловые должны зарабатывать, и они по игре атаковали, но просто мяч не уходил на угловые. Середине первой таймы на больше 3-5 угловых Дани был уже коэффициент 2-0-8. И я почти поставил, но тут линию заблокировали, и прямо в эту секунду датчане зарабатывают угловые. Я, естественно, не переживаю за это, ничего страшного, это нормально. Здесь важно терпение, мы переждем. Они заработали угловой, я не беру коэффициент после этого, там 1-40 на больше 3-5 угловых. Нет, я жду, пока он дойдет до нужной для меня отметки. Но после этого Дани забивает гол. Они ведут по счету уже 1-0. И букмекеры сразу же резко повышают коэффициент на 3-5 больше угловых. У них уже один угловой есть, им надо еще 3 заработать, играть еще там 60 минут, да, до конца матча. Я понимаю, что датчане, это та сборная, которая играет дома, там, против Австрии, тем более, они все равно будут искать свои моменты в атаке, они все равно будут атаковать даже несмотря на то, что ведут счеты. Я беру больше их в пользу. И ставка там уверенно проходит, по-моему, 5 или даже больше угловых они заработали. То есть это определенный просчет букмекера стереотипный, потому что тут чисто линия изменилась после того, как они забили гол. Некоторые команды, как Сити, например, у них действительно возможно западение по угловым и у Зенита тоже, да, после того, как они там забили гол. Но не все такие команды сборные. Тут все надо индивидуально рассматривать. Именно поэтому нужно много матчей смотреть и вот все эти закономерности искать. Дальше, искать ошибки букмекера коэффициент. То есть букмекер часто косячит. Это можно иногда замечать, когда ты смотришь одновременно коэффициенты в разные БК. У одних один коэффициент, у других резко выше на это событие. То есть для этого нужно тоже разные БК считаем эти. Допустим, был матч Фенорт-Рома, да. Фенорт там очень много фолил, Рома вела по счету 1-0. И когда мы разбирали фолы, да, в обучающем курсе злом БК, в 9 выпуске предыдущем, я там рассказывал, да, когда команда чаще фолит. Это, как раз таки, была ситуация для того, что Фенорт фолил чаще, потому что Рома садилась низко, Фенорт прессинговал, использовал контрпрессинг при потере мяча. Было много фолов. Я в итоге сначала взял больше 14,5 фолов Фенорда за 1,69, они там 18 в итоге заработали. После этого я уже понимаю, что ставка практически там, ну, прошла, да. Не нужно на одни и те же маркеты вставить. То есть взял фолы тотал больше, ставка еще прям вообще не близка к проходу, берешь еще больше. То есть, ну, иногда можно, когда прям видишь очевидную ошибку букмекера слишком высокий кэф и чуть-чуть добавить, да, небольшую сумму. Вот. Но там, когда уже ставка уже почти прям близка к проходу, ты понимаешь, что условно играть еще 40 минут, а у них уже там, я не знаю, там сколько было, 13 фолов, да, ну, по-любому пройдут. То дальше я беру фору минус 5,5 по фолам на Фенорт за коэффициент 1,77. После этого фора минус 8,5 уже, когда уже матч у них там на 8 или 9 фолов было больше за коэффициент 1,75. И даже потом в конце я взял фору минус 11, она, кстати, не прошла, то есть здесь тоже важно в уровне остановиться, но она бы тоже прошла, потому что там отрыв за 5-7 минут до конца матча был по фолам там на 12 уже. В конце матча там Рома дважды сфалила, и ставка поэтому не прошла, но опять же, там меньше ставил, и до этого там 4-5 ставок на фолы уверенно прошли. То есть таким образом я определенную ошибку букмекера нашел в линии, потому что было понятно для меня, что Фенор будет и дальше чаще фалить, чем Рома, а букмекеры почему-то этого не понимали. Либо же вот, допустим, матч Зенит-Спартак, это еще октябрьский, когда 7-1 сыграли в Питере, и то же самое там я вижу, что Зенит кучу моментов создает, я ставлю там на гол Зенита в первом тайме, они забивают, потом я ставлю на индивидуальный тут Лазенита больше 3,5, там когда они уже по-моему 2 гола забили, там коэффициент был 3,50 на этой событии, 3,50 на 3,5 больше, они забили 7, а в конце матча больше 6,5 взял голову Зенита, и действительно они забили за коэффициент 3,50. Опять же, я бы не брал бы это событие, если бы не видел, что Зенит дальше продолжает атаковать и хочет забить еще, еще, еще. На том лайве вообще там огромное количество подняли денег, да? Вот дальше, следующая рекомендация играть против трендов матча. Опять же, матч Зенита-Спартака, тот же самый, счет был уже 4,0 по ходу поединка, и букмекеры уже решили, что все, матч понятно, уже нет никакой борьбы, то есть результат извести, ну 4,0, что тут бороться, вот, а желтых матчей не было, арбитр не показывал, но я понимал, что Спартак при счете 4,0 наоборот будет грязно стараться играть эмоционально, потому что, ну, это унижение, просто 4,0 еще, да, а Зенита, я смотрю, продолжает, продолжает давить, то есть тоже команда не расслабляется. При этом, как бы, в матче изначально ожидалось там 6,7 желтых, изначально тотал был, а тут я ставлю на больше двух с половиной желтых карточек за вполне пригодный коэффициент, понимая, что, ну, еще парочку желтых все равно должны заработать команды в концовке, потому что, ну, игра, наоборот, только набирала обороты, несмотря на счет 4,0. То есть здесь я сыграл против трендов матч, то есть желтых не было, вот, в итоге я все равно поставил на тотал больше. То же самое, очень часто на тотал меньше против трендов матча можно играть. Как, например, когда в начале матча забивается какой-то гол, там, да, а ты в этом матче изначально не ждал голы, и ты понимаешь, что гол, но он не в результате каких-то опасных моментов произошел, а просто случайный гол, да. Потом важно не сразу делать ставку, а посмотреть хотя бы 5 минут после этого гола. Если видишь, что действительно игра не раскрылась, если ты видишь, что действительно, как бы, игра довольно все равно закрытая, то тут уже повышается, естественно, коэффициент на тотал меньше голов в этом матче, то есть если до матча там был на 3,5 меньше тотал коэффициентом 1,40, то сейчас уже там 1,90 из-за того, что был ранний гол, и можно взять это событие. То же самое касается угловых, там, желтый карточек когда-то не ждал, например, угловых, и команда там два подряд угловых в одной атаке заработала, ну, просто повезло, там, два подряд угловых. Тоже можно сыграть на тотал меньше, потому что букмекеры думают, что, ага, два угловых они заработали, ну, значит, за оставшиеся там 80 минут вполне могут еще больше угловых заработать. Но здесь тоже очень важно, как бы, соблюдать баланс и действительно, опять же, разбираться в этих командах, в том, как складывается матч и так далее. Да, и еще одна вещь, при которой, в принципе, я уже вам сказал, это находить тайминг, то есть дождаться того коэффициента, который вам действительно нужен. Если вы хотите стоять на голы или там на угловые, на тотал больше, и команда только что забила или заработала угловой, но нет смысла брать тут же на угловой или там на следующий гол этой команды, подождите время, то есть коэффициент сразу же падает на тотал больше, после того, как команда это действие совершила, подождитесь некоторое количество времени, потому что, ну, вряд ли команда два гола там за две минуты забьет, да, чтобы коэффициент подрос и уже в нужный момент сделать эту ставку. Не всегда этот тайминг можно дождаться, здесь нужен опыт, то есть мне помогает очень опыт, в какой момент нужно примерно брать тольное событие, не всегда это панацея, конечно, но так или иначе, например, вот был матч, опять же, Босния-Финляндия, я вижу, что матч, там много борьбы, босницы, финны, фолят, счет 1-2 в пользу Финляндии, босницы играют дома, они хотят отыграться, они несутся вперед, они совершат больше фолов, чем Финляндия, вот, и поэтому я беру желтые карточки Боснии больше полтора, за коэффициент 1-85, при том, что на тот момент по желтым было 0-1 в пользу Финляндии, то есть я видел, что и арбитр, в принципе, тоже вполне может желтый показывать, финнам он уже показал, хотя босницы больше фолили и грубее играли. Фолам то же самое, да, ведь фолы достаточно часто происходят, но как только команда сфолила, ну не нужно прям сразу брать тотал больше фолов этой команды, ну, выждайте хотя бы там одну-две минуты, чтобы коэффициент подрос, потому что редко, когда одна и та же команда фолит прям раз в несколько минут. Ловить валуйный целый ИТБ, то есть не все БК, но некоторые выставляют на смол-маркет и особенно, да, целый индивидуальный тотал, что я имею ввиду, допустим, был матч Румыния-Черногория, у Румын было уже две желтые карточки в первом тайме, и когда еще до конца матча оставалось играть там целый тайм, я беру желтый карточек индивидуальный тотал у Румынии больше трех, при том, что их счет тогда не устраивал, они 0-1 проиграли, играли дома, тоже были заинтересованы в том, чтобы отыгрываться, уже две желтые было, то есть арбитр в первом тайме даже желтый показывал, ну и логично, что туртайм, ну хотя бы одну желтую должны были заработать, в итоге заработали четыре желтых и ставка прошла. Целые ИТБ, они хороши тем, что уровень риска снижается, то есть может быть две желтые бы не заработали, больше трех, с половиной рискованно было брать, но хотя бы одну, минимум возврат, должны были, но здесь еще ключевое слово валуйные, то есть не всегда ИТБ целые, они валуйные, например, будут про валуность, в этом курсе я очень много рассказывал. Ну и последнее, важный тоже момент, это надо понимать, не всегда хорошие ставки заходят, то есть даже, когда вы иногда все правильно смотрите, что матч складывается, может все измениться по ходу матча, резко, кстати, да, тоже очень важные моменты, вот вы смотрите начало поединка, первые 10-15 минут обычно больше фоллов, больше прессинга, затем к 15-й минуте матча, не во всех играх, но в большинстве, команды уже постепенно снижают темпы, уже как бы силенок весь тайм прессинговать нет, и поэтому возможно с 15-й по 35-й минуту будет меньше фоллов, меньше какой-то агрессии, это тоже нужно учитывать, опять же для этого и нужно больше матч смотреть, чтобы эти закономерности находить. В том же матче за суперкубок Зенита-Спартака в первом тайме я вижу дикое доминирование Зенита, Спартак каким-то чудом случайно угловой в первой же атаке заработал, я ставлю на непроигрыш Зенита по углам в первом тайме, ставка разумная, Зенит атакует, моменты, но мяч каким-то чудом просто уйдет на угловой, там по флангам они играют, все вроде есть как бы для этого, но ставка действительно не прошла, хотя в следующем матче против Химок они за 10 минут первые 5 угловых заработали, вот тоже играя в такой же доминирующий футбол, действительно где-то может происходить иномалия, это абсолютно нормально, не нужно сразу ставить крест на угловых или на чем-то еще. Ну и напоследок я бы хотел бы дать тебе три дружеских рекомендации, я считаю они очень важны, во-первых, я не рекомендую делать лайв ставки, пока ты не посмотришь этот обучающий курс, пока ты не попрактикуешься с виртуальным банком, для новичков видео я про это рассказывал подробнее, и пока ты не поставишь хотя бы там ну несколько месяцев, ты это даже делал не в сроке, а именно в навыках, пока ты не сформируешь навыки игры в прематч ставках, потому что лайв ставки опасны, ты можешь слить весь банк, ты можешь заиграться, для лайв ставок требуется гораздо больше навыков развитых, тут нужно уметь анализировать в реальном времени, букмекеры не дураки, они тоже не просто так коэффициенты в лайве расставляют, не всегда вот те люди, которые говорят, что в лайве типа проще, да нет, тут это по-разному, на старте сезона может быть и проще действительно матчи в лайве разбирать, когда ты не понимаешь, как они готовы, но по ходу сезона это просто разные лиги, прематч ставки и лайв ставки, поэтому к этому нужно быть подготовленным, я рекомендую набраться определенного положительного закрепленного опыта в прематч ставках, когда ты на дистанции там месяца-двух уже у тебя что-то получается, ты увеличишься в банк, а только после этого переходить к лайв ставкам. Второе, лимитировать банк на лайв ставки, потому что иначе ты действительно можешь за один вечер все свои деньги слить, то есть заранее себе в голове ставишь как бы рамку, что не больше 20% сегодня на лайв я отдаю, если ты это проиграешь, все, останавливаешься, вот, и третий важный момент, не реагировать на победы и поражения, как раз таки тоже позволяет не увлечься сильной игрой и не слить все деньги. На победы тоже не нужно реагировать, потому что когда там одна лайв ставка, а вторая, все, у нас эйфория, мы чувствуем себя суперменами и начинаем прям рисковать, лезть туда, в чем мы не разбираемся, нет, здесь важно очень хладнокровные мысли эти, понимать, что любая ставка может пройти, может не пройти, впадать в эйфорию не нужно. Здорово, когда есть такое состояние потока, тоже оно бывает на такой лайвик, это прям получается, прет, но увлекаться этим тоже не надо. И на поражение не нужно реагировать, тем более, потому что когда поражение мы злимся, у нас негатив и в таком состоянии сделать хорошие ставки лайви тяжело, потому что ну холодного разума в данный момент нет. Поэтому опять же, ну в рамках этого учащего курса я уже рассказывал, да, про то, что лучше, гораздо проще, если ты сливаешь в лайве там сейчас, отыграться потом, не надо себе ставить цель отыграться здесь сейчас, успокойся, переключись на какие-то другие активности от ставок, завтра, послезавтра хладнокровно подойдешь к матчам уже спокойной головой, без эмоций и гораздо проще будет спрогнозировать то или иное событие. Что ж, мой дорогой друг, на этом все, с тобой был я, Олег Соловьев, автор этого обучающего курса «Злом БК», 10 выпусков, я не сделал тебя суперменом, в 5 раз это говорю уже, да, ты можешь сам себя сделать суперменом в ставках, но если ты не посмотришь все видео этого обучающего курса, то ты не сможешь им стать, скорее всего. Я считаю, это лучшие обучающие курсы, 5 часов невероятно полезной информации, которую важно пересматривать, которую важно конспектировать, которую важно переосмысливать и практиковать, только на практике, постепенно нарабатывая опыт, снова возвращаясь к своим заметкам, к этим видео, ты сможешь действительно вырастить. Просто так в ставках не разбогатеешь, в ставках можно слить деньги легко. Легко заработать здесь не получится. На этом все, буду рад, если ты поделишься этим видео, этим обучающим курсом со своими друзьями, если оставишь какой-то отзыв об этом курсе, поделишься своей историей, как эта информация на тебя повлияла, как ты развиваешься на практике, все прочитаю, мне для меня это очень важно. Ставь лайк, подписывайся на канал, ну и в телеграм-канале у меня выходят лайв-ставки, то есть лайв-ставки я делаю у себя в телеге, да, в ютубе у меня прематч-ставки, в телеграм-канале прематч-ставки, экспресс с большими коэффициентами и лайв-ставки, которые тоже там выкладываю, так что подписывайся, чтобы как раз-таки на практике вместе со мной смотреть эти матчи, пересмыслять мои ставки, и я думаю, что это тоже тебе поможет определенный опыт получить, и лайв-ставки хорошие тоже от меня увидеть. Ссылка на мой телеграм-канал сможешь найти в описании. Успехов тебе, я в тебя верю, увидимся в следующих уже прогнозных теперь видео.